МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане приостановлена работа 92 предприятий за нарушение экологического законодательства. Сейчас Минэнерго проводит внеплановые проверки, в ходе которых выявлено 4100 нарушений экологического законодательства. По устранению нарушений выдано 2706 предписаний. Наложено 3027 административных штрафов на общую сумму в 1,158 млрд тенге. За 8 месяцев текущего года было направлено 118 материалов в суд о приостановлении хозяйственной деятельности, из них удовлетворено решением суда 92. Кроме того, для объективной оценки нанесенного ущерба утверждена форма заключения об обязательном экологическом аудите. В Минсельхозе намерено привлечь французских инвесторов. Сейчас Франция как раз переносит свои производства в другие страны, и у Казахстана есть хорошие шансы. В частности, из-за привлекательного налогового климата. Если у нас в Республике НДС 12%, то в России 18%, в Беларуси 24%. По данным Национального банка, за последние 5 лет в сельское хозяйство Казахстана привлечено 102,6 млрд тенге прямых иностранных инвестиций. Сейчас Министерство сельского хозяйства Республики ведет мониторинг 4 проектов, планируемых к реализации транснациональными компаниями, и более 20 проектов с участием инвесторов из Ирана, России, Украины, Чехии и Турции. В целом, в ведомстве наблюдается рост финансовых вложений разных направлений. В производстве и переработке продукции животноводства, в растении и водстве. Также есть интерес к строительству тепличных комплексов, откормочных площадок и мясокомбинатов. Республика будет чаще использовать отечественные стройматериалы. Такое поручение к обмину дал глава правительства Бакаджан Сагентаев. Возможно, это стало благодаря принятым антикризисным мерам правительства и НАЗБанка. Они предусматривают развитие ипотечного кредитования и стимулирования частных застройщиков. Нам важно увеличить долю казахстанских стройматериалов до 80%. Операторам жилищных программ совместно с застройщиками надо держать этот вопрос на контроле, отметил премьер-министр Казахстана Бакаджан Сагентаев. К тому же за счет государственных средств в текущем году квартиры получат около 7 тысяч семей. Казахстанцы стали больше тратить на связь. Количество абонентов, которые платят за мобильную связь от 1 до 2 тысяч тенге, выросло до 46%. В третьем квартале 2015 года доля тех, кто платил в этом диапазоне, составляла 40%. Рост произошел за счет перехода тех, кто платил до 1000 тенге в месяц. После введения услуги по смене операторов без необходимости менять номер, 7% участников опроса пожелали сменить оператора. Основной причиной такого решения является экономия расходов на связь. 38% респондентов хотят сменить оператора из-за высоких тарифов. В целом, после внедрения услуги смены сотового оператора с сохранением номера, всего 13% абонента абсолютно довольны условиями обслуживания своего оператора и не желают его менять. Основными факторами, которые могут потенциально повлиять на решение абонента сменить оператора, являются низкое качество связи и мобильного интернета. Минфин России предложил повысить единый налог для малого бизнеса. Если предложение будет принято, налог для малых предприятий к 2019 году вырастет почти на 15%. Предложение содержится в опубликованном вчера законопроекте Минфина о налоговых вычетах для предпринимателей, купивших кассовые аппараты нового образца. Единый налог на вмененный доход заменяет малым предприятиям уплату почти всех налогов, но использовать его разрешено только в определенных видах деятельности, преимущественно в розничной торговле, общественном питании, при оказании бытовых услуг. По данным Федеральной налоговой службы, на 1 января текущего года эту систему налогообложений применяли почти 2 миллиона субъектов малого бизнеса. Например, для общества с ограниченной ответственностью владеющего магазином в 50 квадратных метров без сотрудников, исходя из действующих показателей, предусмотренных налоговым кодексом в текущем году, за такой магазин нужно заплатить 291 тысячу рублей налога ЕНВД. Согласно предложениям Минфина, в следующем году эта сумма увеличится до 306 тысяч рублей, к 2019 году до 334,5 тысяч. Общая нагрузка для индивидуальных предпринимателей возрастет, но не только за счет ЕНВД, сколько за счет страховых взносов, которые из-за увеличения минимального размера оплаты труда вырастут почти на 21%. В Кальгызстане наладили производство редкого вина. Для этого в стране возродили виноградные плантации. Для переработки технических сортов винограда на территорию республики открывают современные заводы. Активная работа приносит результаты. Так местным производителям удалось выпустить вино из винограда сорта красный мускат де Мадейра, который выращивают во Франции. Вино же делают по гостовским рецептам, которые сохранились в архивах республики. Уже выпустили шесть редких вин. В настоящее время напитки Made in Kyrgyzstan готовятся к экспорту. Лукашенко подписал указ о защите отечественных производителей тары. Для защиты интересов отечественных производителей стеклотары и тары из бумаги и картона указ вводит для импортера в такой тары обязательную плату государственному оператору в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами. Кроме того, в целях исключения экспорта качественной макулатуры, образующейся в основном в организациях торговли, это отходы производства и обеспечения загрузки предприятий концерна Беллесбумпром, указом предусматривается выплат компенсации за такие отходы в рамках выполнения государственного заказа по поставке макулатуры. Коммунальные службы обяжут россиян платить за вывоз мусора с 2017 года. В каждом регионе будет установлен единый тариф на вывоз мусора, и он может отличаться от нынешних. Конкретные цифры будут известны после выбора региональных операторов в каждом из субъектов России. Министр природных ресурсов выразил надежду, что оплата услуг за мусор не станет для россиян болезненной. По словам Донского, региональный оператор выбирается на 10 лет и сможет планировать работу и предлагать минимальные тарифы. Кроме того, основной задачей министр назвал максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот. Впервые за 8 лет стран ОПЕК договорились ограничить добычу, начиная с ноября. Снижается добыча примерно на 700 тысяч баррелей в сутки с текущих 34,2 миллиона до 32,5 миллиона баррелей. Данное сокращение не является значительным, но оно поможет более глубоко проанализировать рынок. Окончательное данное решение будет сформировано на официальной встрече стран ОПЕК в ноябре. Тогда же будет определено, сколько будут добывать каждая страна-участница ОПЕК в рамках своей квоты. Ряд стран могут получить исключение из общего плана по снижению добычи. Ирану, Ливии и Нигерии будет разрешено добывать на максимально обоснованных уровнях. Австралия и Иран подписали меморандум о развитии торговли. Этот меморандум поможет странам в расширении экономических отношений и определении приоритетных секторов торговли, пояснил австралийский министр инвестиций. К числу наиболее перспективных сфер австралийско-иранско-торгового и экономического сотрудничества он отнес агробизнес, энергетику и природные ресурсы, а также здравоохранение, использование водных ресурсов, образование и профподготовку. Офис представительства в Тегеране будет играть важную роль, содействуя австралийским бизнесменам в изучении возможностей иранского рынка. Австралия никогда не приостанавливала работу своего посольства в Иране, но шесть лет назад закрыла офис торгпредства. В январе Австралия частично отменила санкции против Ирана, сохранив эмбарго на поставки вооружений. Кувейт, Катар и Бахрейн купят 81 истребитель у США за 8 миллиардов долларов. Американской компании разрешено продать 17 истребителей F-16 Бахрейну за 1 миллиард и произвести модернизацию еще до 20 самолетов. Данные сделки находились на рассмотрении властей более чем два года из-за опасений Израиля и критики Катара за предполагаемые связи с исламинскими группами. Кроме того, власти начали неформально оповещать конгрессменов об одобрении этих сделок. Официально о них будет объявлено после завершения 40-дневного процесса оповещения. Тогда у конгрессменов будет 30 дней, чтобы блокировать сделки. Более 10 миллионов долларов выделено американским вузом на изучение России. Программа поддержки рассчитана на два года. Колумбийский университет в Нью-Йорке, университет в Блумфилде и университет в Мэдисоне получат каждый по 1 миллиону за два года. Университет Тавтса в Массачусетсе получит 800 тысяч на развитие внешнеполитической программы России. Американская Гарния Корпорэйшн оказывает поддержку развитию инноваций в области образования. Основана она в 1911 году известным филантропом Эндрю Карнеги. Железную дорогу Молдовы обновят за счет еврокредита. Европейский инвестиционный банк предоставил госпредприятию «Железная дорога Молдовы» заем в размере 117 миллионов долларов на закупку локомотивов и реконструкцию железнодорожных путей. Подписание этого соглашения в Молдове ждали два года. За это время убытки госпредприятия возросли. Общая сумма долга составила порядка 4 миллионов долларов. Транзит грузоперевозов уменьшился, что привело к беспрецедентным убыткам в 35%. На кредитные средства молдавские власти планируют закупить 15 новых локомотивов. Европейский кредит Молдове выдан на 15 лет под 1,5% годовых. BlackBerry отказалась от смартфонов. Компания объяснила решение тем, что провалила попытку использовать программное обеспечение Android с целью стимулировать интерес покупателей. Генеральный директор BlackBerry заявил, что компания будет производить программное обеспечение, а выпуском устройства займутся индонезийские партнеры. Ранее гендиректор заявил, что компания покинет рынок смартфонов в случае отсутствия прибыли. В последнем отчете BlackBerry сообщила о снижении квартальной выручки на 32%. На торгах ее акции подорожали на 6%. Капитализация компании составляет 5,4 миллиарда долларов. Капитализация компании составляет 5,5 миллиарда долларов.